всем привет сегодня в этом видео вкратце хочу рассказать основные этапы нанесения декоративной штукатурки мокрый шелк первый момент на котором я хотел бы остановиться это какая должна быть подготовка под этот мокрый шелк стены должны быть выготовлены как как под покраску дальше не будем на этом останавливаться это можно поинтересоваться у специалиста любого шпаклевщика как под покраску и непосредственно самое важное это нанесение декоративной штукатурки все начинается как всегда с подготовки обклейка окон обклейка багетов если таковые имеются обклейка плинтусов и это очень важный этап я рекомендую определить этому максимально внимание для того чтобы потом просто наслаждаться примыканиями и красивой работой потому что примыкание это очень важная часть работы дальше у нас идет нанесение грунтовки я рекомендую использовать не сильно концентрированные грунтовки глубокого проникновения и причем очень важно правильно погрунтовать важно чтобы не было потеков во время грунтовки поэтому лучше сначала попробовать взять меньше грунтовки раскатать на большую площадь чтобы посмотреть как она наносится как впитывает стена и раскатывать рекомендую просто в разные стороны хаотично также я рекомендую раскатывать первый слой эта подложка тоже хаотично не движениями сверху вниз а хаотичными движениями чтобы потом этот рисунок подложки он не просматривался в конце поэтому очень важно правильно наносить подложку первый слой я рекомендую использовать валики с коротким ворсом это может быть велюровый валик вот но очень важно раскатывать вот этот первый слой подложку раскатывать чтобы не было пупырышек и таким же фактически образом можно нанести валиком первый слой декоративной штукатурки мокрый шелк но желательно развести его с водой немножко процентов 20 до процентов 20 это так работает у меня так работаю я мне мне это помогает чтобы тоже не было вот этих пупырышек как я говорил и на подложке первый слой тоже чтобы разгладить пупырышки желательно под добавить водички ну и последний слой это самое на мой взгляд интересное мы наносим шпателями кстати первый слой мокрого шелка тоже можно нанести шпателями на сдир как говорят народе просто минимальный слой чтобы покрыть стены со вторым слоем разобрались третий слой как я уже сказал это мы наносим равномерное немножко больше мы наносим материала но но вы сейчас на видео видите как лучше наносить какой слой какой угол обратите внимание на угол шпателя специально такой угол лично мне помогает добиться равномерного правильного нанесения для того чтобы не было потом пересыхание некоторых местах или в некоторых местах не было особо много скопления материала в одном месте важно равномерно его нанести и потом либо мы рисуем восьмерки либо как в данном видео нам нужно добиться немножко другого эффекта мы просто разглаживаем материал до тех пор пока мы не получаем желаемого результата еще один момент который я хотел бы обратить внимание мы наносим в шахматном порядке то есть мы начинаем наносить дальше мы идем в шахматном порядке для того чтобы не было стыку у нас нету стыков даже если вы работаете один шахматном порядке вы сможете избежать стыков и вас получится равномерная красивая стена какие мы используем материалы мы используем фейдал матово шелковистый вельвет мне лично он подходит последнее время им только и работаю поэтому если вы хотите чтобы у вас не скатывался материалы стен рекомендую именно этот материал потому что это распространенная проблема мокрых шелков так что пробуйте начинайте с каких-то маленьких кусочков маленьких перестенок можете дальше переходить можете пробовать своими руками у вас все получится а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok